Улицы Памирская, Альпийская, Саянская. Здесь же Телецкая в честь знаменитого озера Ичуйская. Намек и на Чую, и на Чуйский тракт. Дорогу, ведущую в заснеженное царство Алтайских гор. Поселок Южный. Еще лет 20-25 назад в этом месте были поля. О них теперь напоминают остатки ветрозащитных лесополос. В середине 90-х годов прошлого века здесь начали намечать новые улицы. И по моде тех лет обратились к топонимам максимально демократичным. Помните, тогда же появились Сиреневая, Лазурная и ей подобные. Так и появились улицы с вроде бы ни к чему не обязывающими географическими названиями. Но профессор Виктор Ревякин уверяет, краевая столица больше, чем многие другие города, достойна таких названий для улиц. Именно Алтай является ни много ни мало родиной российского альпинизма. В 13-м году праздновали 90-летие российского альпинизма. Он связан с походом грузинских студентов на Казбек. Где этот Казбек сегодня? Где эти грузинские альпинисты? Где война 8-го года? Мы что дурью маемся, когда в 14-м году два алтайских человека, молодых, между прочим, студента, между прочим, поднялись на вершину Белухи. Михаил и Борис Троновы родились в Змеиногорске, но с Барнаулом их связывает очень многое. Их мать, к примеру, преподавала в знаменитой гимназии Буткевич. Их отец, чьим именем, кстати, названа улица в Змеиногорске, был видным членом русского географического общества. И однажды взял сыновей в горы, где они впервые оказались на леднике. Позже Борис стал химиком, а Михаил продолжил заниматься ледниками, преподавал в нашем политехническом. И не переставал развивать альпинизм, может, отчасти. Поэтому именно в Барнауле школа альпинизма стала настолько сильной. Сборы, тренировки проходили по всей стране. Памир, Саяны, ставшие потом названиями барнаульских улиц, горные системы были домом родным для альпинистов. На Эльбрусе, как бы сейчас сказали, скайрайнинг у них был. Это беготня на высоте выше 5000 метров. Значит, вверх, вниз, там на две вершины, на одну вершину. И это были тренировки. Вот, в зимних условиях, там градусов 50, может быть, мороз. Вот, они жили в палатках. Барнаульские восходители настолько ценились, что когда в конце 50-х создавали сборную для совместного с китайцами восхождения на Эверест, мы рассказывали про нее в одном из наших сюжетов. Из Барнаула позвали сразу двух спортсменов. Тогда восхождение не получилось, но мечта о высочайшей вершине мира не оставляла наших. И в 97-м году четверо сильнейших на тот момент барнаульских альпинистов отправились на штурм. Увы, из-за трагического стечения обстоятельств трое из четверых погибли. В том же году был установлен памятный знак, где отныне каждый год собираются альпинисты. Мемориальная табличка с этими же тремя фамилиями есть и в Гималаях, у подножья Эвереста. Вот так ниточка Алтай-Гималая, о которой так много говорят, таким вот особым образом протянулась и в данном случае. Постепенно за местом закрепилось неофициальное название «Сквер альпинистов». Быть может, однажды он станет таковым и на бумаге. Тем более, что в последние годы барнаульская альпинистская школа возрождается. Проходят соревнования, молодые спортсмены вовсюб желают не только помир, но и Альпы, и даже Гималай. Появится ли когда-нибудь улица Гималайская, как знать. Но Виктор Ревякин мечтает, что однажды в Барнауле вспомнят о тех, с кого все начиналось. И появится улица братьев Троновых. Человек, который приедет не только в отеле пожить, который здесь построит многоэтажный, а услышать, что здесь было, кто работал, что славного он положил в копилку русской науки, русского искусства и так далее. Ну а пока о насыщенной горной истории краевой столицы напоминают в основном названия этих тихих, надо заметить, очень благоустроенных и просто красивых окраинных улиц. И пусть никаких напоминаний об альпинистской истории мы не заметили здесь, даже то, что улицы носят просто красивые названия, уже, согласитесь, неплохо. На этом мы нашу небольшую прогулку сегодня заканчиваем. И в следующий раз прогуляемся по новым, известным и не очень местам города Барнаула. Илья Кочетков, Александр Антропов, информационный канал «Город». Илья Кочетков, Александр Антропов, информационный канал «Город».